МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир Первого Приднестровского продолжает вопрос дня. В студии Андрей Вако и Виктор Бережный. Здравствуйте. Жизнь в Дубосарах, Приднестровский портал «В прошлое» и «Убийцы дорог». Мы начинаем. Президент Красносельский продолжает объезд по городам республики. На днях встречался с дубосарскими депутатами и общественниками. Обсуждали проблемы, вопрос, к чему пришли и о чем говорили. Сейчас спросим у Руслана Чебана. С нами на связи глава Дубосара. Руслан Иванович, здравствуйте. Добрый день. Как настроение у вас? У нас всегда хорошее настроение. Отлично. На встрече с президентом обсуждали медицину. Какое состояние ФАПов, амбулаторий, поликлиник в Дубосарском районе? Ну и в самих Дубосарах. К сожалению, состояние медицины не устраивает дубосарцев. Поэтому и поднимаются очень часто вопросы, связанные с улучшением качества медицинского обслуживания. А что не устраивает, что не так? На что жалуются люди? Самая главная проблема на сегодняшний момент, это, конечно, кадровый голод. На протяжении многих лет, к сожалению, не уделялось этому достаточного внимания. И отток кадров, старение кадров, низкая заработная плата, что не побуждает тому, чтобы кадры закреплялись в городах и районах. В этом году зарплату врачам повысили на 12%. Президент сказал, если будет возможность, во втором полугодии еще повысят. Ну и, конечно же, чтобы удержать кадры, нужны хорошие условия. Вот за счет фонда к обложению планируют отремонтировать Дубосарскую больницу. В каком вообще там состоянии все сейчас в этой больнице? Дубосарскую больницу ремонтировали и больницу, и поликлинику. Но еще предстоит значительный объем работ. Вот заменили окна в здании ЦРБ, это самое большое здание в Дубосарах, 7,9 этажей. Заменили окна, кровлю, выполнили ремонт фасада Дубосарской поликлиники. Но должны еще провести внутренние работы. Нам купили, конечно, установили компьютерный томограф, что является позитивным фактором. Приобретается оборудование, но это долгий путь, поскольку на протяжении трех десятилетий, в принципе, подвижек в этом направлении не было. Поэтому, чтобы стать упущенным, нужны значительные вложения, они продолжаются. И молодым врачам, которые приходят, так и педагогам, выдаем субсидии на приобретение жилья, что является также положительным фактором. Я, когда начинал свою трудовую деятельность, даже не мог предположить, что такие программы будут реализовываться. А какие у вас планы на этот год по ФАПам и амбулаториям? Все-таки сельская медицина – это тоже очень важный вопрос. У нас ранее были установлены два модульных ФАПа в селе Койково и в селе Дубово. На этот год планов нет. У нас замена окон и частичный ремонт здания поликлиники предусмотрен. И работа эти уже в завершающей стадии. Говорили с президентом и об уличном освещении. Вадим Красносельский отметил, что нужно постепенно отказываться от ртутных ламп и переходить на светодиодные. Они более безопасные, экономичные и долговечные. Тем более у нас есть где их производить. Давайте послушаем. Будем переходить на нашего внутреннего производителя. У нас есть два завода, которые вполне могут данные изделия собирать. Завод «Электромаш» город Террасполь, «Электроконтакт» город Бандеры. Руслан Иванович, а как обстоят дела с уличным освещением в Дубосарах и в целом в районе? Дубосары и Дубосарский район – самый освещенный город и села в республике. Все-таки Дубосар – это город энергетиков. Значительная работа была проведена ранее. Мы также выполняем работу по тому, чтобы менять линии электропередач и устанавливать более экономичные приборы уличного освещения. Поскольку из-за того, что много установлено светильников и значительные затраты из Дорожного фонда на оплату электроэнергии предусматриваются. Тем не менее, есть еще точечные места, где нужно дополнительно освещать, что мы делаем. В Дубосарском районе мы тоже еще два года назад были выполнены работы по усилению освещения на перекрестках, наиболее оживленных. И закупили мы на электромаши светильники, очень довольны ими. И приступили к этой реализации еще два года назад. Давайте поговорим о переменах в Дубосарах. Появляются скверы, появляются спортивные площадки. На встрече с президентом просили сделать комплекс у третьей молодавской школы. Президент поручил разобраться в вопросе, разработать проект. А есть уже варианты, что там будет? Да, мы давно обсуждали эту тему. По примеру других городов, как в Кирасполе, в принципе, было предложено, чтобы организовать спортивную часть на территории школы. Там можно сделать и футбольное поле, и баскетбольно-волейбольную площадку. А на пустыре этом сделать парковую зону, проложить дорожки из тротуарной плитки, скамейки, скалодром, может быть, или детскую площадку для всего микрорайона. И будет удобно, чтобы можно было использовать для занятий физкультурой и спортом, как для учеников школы и для всего микрорайона. Хорошо, когда начнете работы? Планируем, что на следующий год мы приступим к реализации данного проекта, поскольку у нас есть положительный опыт того, что президент всегда держит свое слово, если его сказал, то это будет организовано. Уточнить, этот проект подразумевает и спорткомплекс, и сквер какой-нибудь, ну, зону отдыха, или только спорткомплекс? Это уличный спортивный комплекс из футбольного, поля, баскетбольного, волейбольного и, может, площадки для бабинтона и парковой зоны с детской площадкой и зоной отдыха. Ну, раз уж мы уже заговорили о спорте, на прошлой неделе президент Краснодарский передал грибцам пять катеров, в том числе одна из лодок для Дубосар. Насколько вообще нужен этот катер Дубосарам? Катер нужен для всех, кто занимается водными видами спорта, потому что это безопасность детей. Дети выходят на тренировку, тем более у нас широкие днестры, они выходят на тренировки по 12-15 километров, идут в походы. При проведении соревнований также нужно несколько катеров. Как раньше справлялись? У нас года три-четыре назад мы купили катер «Прогресс», это советский катер, но он был новый. Но, конечно, нам нужен и еще один катер, и более мощный. Поэтому и был сделан такой подарок, мы очень рады тому, что еще в большей степени сможем обеспечивать безопасность наших детей при зодиатии Гремля. Чем сейчас грибцы занимаются? Погода как бы не летная и не плавательная? Как они у себя там... Или погода не помеха? Ну, грибцы, это такой вид спорта, они очень большие трудяги, и поэтому они не остаются без работы. Работа – это занятие спортом для них. Поэтому они и ЛФП, турниры мы проводим, недавно провели в парке энергетиков очередной турнир. Они занимаются физической подготовкой, и потихоньку старшие уже могут выходить на Днестр и приступить к тренировкам на воде. Давайте напомним зрителям, как за последние несколько лет изменилась школа Гребли в Дубосарах. Мы заменили окна, заменили систему отопления, заменили в прошлом году кровлю. Сейчас осталось выполнить внутренние работы. Я думаю, что эти работы тоже будут выполнены. Фасад, благоустройство территории. У нас отдельно есть, конечно, здание, которое пострадало во время войны. Оно сейчас не используется в тренировочном процессе. Но я думаю, что дойдет время и до него, и обязательно будут выполнены все необходимые работы, чтобы создать условия для развития Гребли в Дубосарах. Руслан Иванович, а сколько детей? Много занимается вообще в школе Гребли у вас? Более 150 детей. Немало. Мы так подошли к вопросу дня. На ответ будет 30 секунд. Итак, какими вы видите Дубосары буквально через несколько лет? Дубосары – это наша родина. Мы очень любим Дубосары. Поэтому мы видим процветающим городом, светлым, удобным и комфортным для наших жителей и гостей нашего города. Мы всех ждем Дубосары. Спасибо, Руслан Иванович. Счастливо. Вам всего доброго, будьте здоровы. Десятки статей, документальные фильмы, подкасты, а еще редкие документы, старинные фото, географические карты. Приднестровский исторический портал вышел в онлайн неделю назад. Теперь вся история Приднестровья в одном месте. Об этом сейчас поговорим с заведующим научно-исследовательской лаборатории археологии Виталием Синика. Виталий Степанович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы один из тех, кто приложил руку к созданию этого проекта. Чем вы помогали? В первую очередь разработкой концепции создания этого электронного портала, электронного ресурса. Поскольку еще до того, как он появился, было сделано много работы, чтобы понять, какова будет структура, каково будет содержание. Сколько по времени разрабатывали это все? Это был достаточно длительный период, мне кажется, более полугода. Мы этот сайт уже посмотрели, опробовали. Очень удобно. В поиск забиваешь, что тебе нужно, тему, и сразу же появляется информация. Виталий, что ты увидел там? Ну, я еще оценил удобство, потому что, с точки зрения, повторюсь, навигации все очень классно сделано. Еще мне понравилось, конечно, это то, что сайт изначально адаптирован под мобильные платформы, под планшеты. То есть все очень удобно, все очень быстро. И опять же, это удобно в том плане, что ты не только за социального компьютера можешь смотреть, читать, слушать. В дороге там на фоне себе включил аудиоподкаст. Едешь на работу, просвещаешься о неизведанных для тебя страницах истории своего родного края. Если говорить об археологических материалах, что уже есть на портале и на что вы рекомендуете обратить внимание? Понятно, что портал запущен совсем-совсем недавно. Наполнение его, соответственно, тоже находится только на начальной стадии. Что там уже есть? Потому что, безусловно, мы просматриваем в первую очередь на предмет тех материалов, которые касаются древней и средневековой истории, то есть тех периодов, которыми мы, археологи, занимаемся. Ну, в основном, что там есть? Там есть, допустим, цикл аудиопередач с радио, взятый от древнейших времен до современности. Его туда загрузили. Я считаю, что этот проект был весьма удачен. Есть еще интересные такие вот вещи. Допустим, есть информация о музеях, которые есть у нас в Приднестровье. Есть информация о различных исторических местах и памятниках. Смотрите, как вариант, можно завести дневник раскопок на этом сайте. Информацию мы, безусловно, выкладываем. В сети интернет нас посещают журналисты. И как-то информация, ну, с нашей стороны никогда не зажимается и не утаивается. Ну, тут еще, тем более, у исторического портала появился свой Телеграм-канал. Так что, если что, новости будут дублироваться и туда, ну, и писаться тоже. Я, например, узнал о том, что этот портал запущен, ну, в сети, в первую очередь, из Телеграма. Ну, вот анонсы я там увидел, а потом уже зашел на страницу этого портала. На портале сейчас порядка 270 материалов. Что вы уже успели посмотреть? Ну, я в первую очередь просмотрел то, что касается археологии. Ну, а есть все-таки за пределами археологии все-таки в другое изучение? Ну, вот я посмотрел, допустим, какая информация о исторических местах, о музеях, которые расположены на территории Приднестровья, туда загружена. Потому что на самом деле эту информацию часто ищут туристы, на самом деле эту информацию часто ищут не просто наши сограждане, здесь жители. Приятно, что там она есть. Конечно, она будет дополняться. Конечно, любой хороший продукт не есть совершенный, но есть время, чтобы дополнять материал и его корректировать. А кому вообще будет полезен этот портал? Это специалистам, да, допустим, историкам или просто всем? Я думаю, что в меньшей степени специалистам историкам и тем более узким историкам, допустим, как археологам, ну, в смысле, там, какой-то специализации, поскольку мы пользуемся в основном академической, специальной научной литературой. Виталий Степанович, вы уже несколько раз упомянули, что содержимое сайта будет постепенно дополняться. Вот лично у вас уже есть какие-то, ну, не знаю, может быть, план, что бы вы хотели туда добавить именно по археологии в первую очередь? Хотелось бы, чтобы вот архивные видео, которые существуют, ну, им там и 10, и 15, может быть, и 20 лет, которые показывались на различных наших телеканалах, чтобы туда попали. А так, я думаю, вся актуальная информация туда будет попадать. Репортажи, отражения, анонсы каких-то событий, мероприятий. То есть по окончании там условного археологического сезона? Не обязательно по окончании археологического сезона, даже и в процессе просто. Это, конечно, невозможно делать буквально каждый день, потому что, когда идут археологические работы, ну, не до этого. Понимаю. Виталий Степанович, так, мы подошли к вопросу дня. На ответ сейчас будет 30 секунд. Итак, почему важно, что у нас появился такой большой ресурс об истории нашего края? Во-первых, это источник знаний для каждого жителя Приднестровья о своей собственной истории, потому что многие у нас просто не знают, когда там их основан город, село или поселок. Во-вторых, это источник знаний для наших соседей и туристов из разных стран о нашей республике. Спасибо, Виталий Степанович, и успехов вам. Спасибо. К наболевшей теме состояние сельских дорог. Ситуацию усугубляет водители фур, которые связают дорогу через села, несмотря на то, что это запрещено. Ну, и понятно, что большие грузы просто уничтожают асфальт и вообще любое покрытие. У нас в студии наш коллега Василий Рашкован. Всю неделю он ездил по тем дорогам, где проехать сложно. Как вообще обстановка на дорогах Приднестровья? В населенных пунктах, такие как Красная Горка, Бычок, Селонова Комиссаровка, Спея, дорога полностью убита, там яма на яме, кочки. Я, как автолюбитель, бы не сунулся по этим дорогам, если можно проехать по дороге республиканского значения. Так как можно в лучшем случае оставить колесо, в лучшем потерять всю машину. Ну, отметим, почему Вася у нас говорит про дороги, он снимает сюжет на итоге, исследует что, как, где какие нюансы, где больше жалоб. Если какая-то статистика, где чаще всего фиксируют, что водители фур, несмотря на запреты, несмотря на знаки, проезжают по сельским дорогам. Красная Горка, Бычок, Спея. Потому что там карьеры и ездят в фуры, да? Да, и получается там запрещающий знак, 20 тонн, вот масса должна быть. А исполняют его? Нет, они, вот если ехать в сторону Бычка, большегрузы должны уехать в Малоя, что налево. Но они игнорируют знак, едут прямо для того, чтобы сэкономить время, сэкономить топливо. Сотрудники ГАИ там не стоят, да? Они штрафуют никого, ничего такого. По информации от Министерства внутренних дел, там патрулируют сотрудники ГАИ, но они ближе к парканам находятся. Там, где мы снимали для сюжета Капитоги, там нет машины сотрудников ГАИ. Вась, ты уже как автолюбитель высказал свое мнение по поводу этих дорог. Мне тоже, если честно говоря, из-за того, что ты описываешь, немножко страшно. Другой момент, а что говорят сами жители сел, то есть для них какие-то все трудности создает? Вот я беру, например, села Новокомиссаровска. Люди не могут выйти из дома, им приходится обувать спецобувь, ну, например, галоши. Потому что сейчас дождей все размывает. Все размывает, им невозможно пройти даже в тот же магазин. А дорога какая там, грунтовка? Нет, асфальтовое покрытие, но там практически вся уже жижа идет уже. То есть это какой-то цельный участок, это та еще задачка, да? Да, да. О ситуации с фурами и сельскими дорогами говорили на совещании у президента. Вадим Красносельский предложил увеличить размер штрафа для водителей грузового транспорта, которые нарушают правила. Давайте послушаем. Мера штрафных санкций 182 рубля, ну, абсолютно не кар. Делайте вилку, тогда предлагайте, готовьте заканчиваемую инициативу от меня, увеличивайте в 10 раз. Ну, вилка. Может быть, от 182 рублей до 1800. Не вопрос, да, сами будете потом привлекать к ответственности. Иначе мы будем иметь вот такие дороги, которые имеем. И ничего хорошего с ними не будет. Ну, что ж, и ничего хорошего уже и сейчас нет. Вот Вася нам уже рассказал историю про то, как людям нужно готовиться к любому походу, я так понимаю, в магазин, в аптеку. А вот еще какие трудности с этим есть? Вот у многих же там есть транспорт или кому-то нужно такси. Или вот скорую вызвать. Как со скорыми обстоят дела? Со скорыми обстоят дела плачевно, потому что машина не может подъехать к дому, допустим, из-за того, что дорога вот в таком состоянии, и приходится тем же фельдшерам, врачам просто выходить, вот оставить машину посреди дороги, выйти и уже своим ходом зайти до пациента, ну или до человека, которому нужна эта помощь. Я так понимаю, это обычно не 5-10 метров до дому, да, немножко побольше нужно? Ну, скорее всего, да. Ну, еще больше подробностей в программе КЭП-ИТОГИ. Все самое актуальное и интересное за неделю, помимо дорог, расскажем, как изменился приднестровский шоппинг, проведем экскурсию по ММЗ, порисуем и пообщаемся с искусственным интеллектом. Ну, а тебе, Вась, спасибо за интересную беседу и ждем сюжета в итогах в воскресенье в 20.00. И вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Тем более заняться есть чем. Впереди выходные, как их провести. Начнем с Тирасполя. В субботу во Дворце Культуры юбилейный концерт танцевального ансамбля «Виктория». Коллектив отметит свое 30-летие и поможет забыть о капризах весенней погоды. Начало в 17.00. Вы, кстати, Андрей, какие танцы предпочитаете? Молдавский, болгарский или украинский? Все, главное, чтобы весело было. Дальше, ну, давайте для театралов. Значит, ценителям спектаклей в субботу лучше всего отправиться в Бендеры, в ДК Ткаченко. Там поставят остросюжетную молодежную драму «Домой» от артистов ЭТО. Персонажи пьесы – это детдомовские дети, брошенные родителями. Цена билета 21 рубль, начало 18.00. В воскресенье приглашает и Дворец Республики. Симфонический оркестр исполнит реквием. То есть будет музыка Моцарта. Начало в 15.00, билет 23 рубля. Ну, или в то же воскресенье можно, например, отдохнуть на природе. Благо, повод есть. В парке имени Родина в Чебручах пройдет ярмарка птиц и домашних животных. То есть цесарки, фазаны, куры, кролики и нутри. Начало в 9 утра. Можно и в Чудоград, и карусельный двор попасть. Это уже в Бендерах. Главное, чтобы прогноз погоды хороший сбылся. И без дождя. И еще о хорошем. Это уже новости для футбольных фанатов. В эти выходные сразу три наших клуба будут играть дома. В субботу в 16.00 одновременно выйдут Искра, это в Рыбнице, и Ла Фамилия в Бендерах. Следующий матч в воскресенье. Тут выбора нет. Все идем на шрифт. Распольчане играют в Суперлиге против Святого Георгия. Игра начнется тоже в 16.00. Так что, как провести выходные, выбор есть. Большой. Это был вопрос дня. Для вас работали Андрей Вакула и Виктор Бережный. Не забывайте просматривать наши новости в Вайбере, Телеграме и Инстаграме. Там всегда интересно. Всего доброго, счастливо.